Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Некогда святитель Феофан Затворник написал, «Веровать – значит, силу и вера во Христа преисполняться таким же чувством безопасности, каким исполнен тот, кто стоит на гранитном утесе среди бушующих вокруг него волн». Но вера, когда она есть, всегда проявляется в послушании. Если мы доверяем врачу, мы принимаем предписанное им лечение. Если мы доверяем проводнику, мы идем за ним. Если доверяем инструктору по технике безопасности, мы не делаем того, что он запретил. «Я на Тебя, Господи, уповаю. Возможно, только вместе, что повелишь мне делать, Господи? Так же невозможно сделать не вместе, без повелевающего и исполняющего». В этом послушании можно выделить две стороны – послушание разума и послушание воли. Мы признаем, что Христос прав, а другие – нет. Мы готовы пересмотреть наши взгляды на мир, на Бога и на самих себя согласно Его истине. Нередко бывает, что люди в своих духовных поисках успевают побывать в самых разных общинах и сектах и нахватать обрывков самых разных учений. Само по себе это довольно обычно. Блаженный Августин, например, перед тем, как прийти в церковь, успел побывать в секте манихеев. Но обращение ко Христу часто требует от нас пересмотра прежних воззрений. Поэтому в церкви существует специальный чин отречения, отказа от воззрений, несовместимых с правой веры во Христа. Например, мы больше не верим в реинкарнацию, а верим в воскресение мертвых. Мы больше не верим в карму, а верим в прощение грехов. Некоторые представления, усвоенные в миру, тоже приходится и необходимо оставить. Например, для того, чтобы принять истину о святости брака или о неприкосновенности человеческой жизни с момента зачатия и до естественной смерти. По этим нравственным вопросам современный мир часто расходится со Христом. И мы принимаем сторону Христа, а не мира. Этот пересмотр взглядов приводит к послушанию воли. Мы изменяем наше поведение сообразно Христовой истине, сообразно заповедям Божьим. Апостол приводит простейший пример. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Тот, кто обделял ближнего воровством, должен теперь трудиться, чтобы уделять ему. Это верно и в отношении других грехов. Поверить во Христа значит больше так не делать, а, напротив, стремиться к исполнению заповедей. Но вот при этом необходимо совершенно ясно понимать, что исправление наших взглядов и нашей жизни не будет моментальным. Это долгий и порой и нелегкий процесс, в ходе которого каждый человек остро нуждается в помощи Церкви. Ведь каждый из нас может подтвердить, сколько переживает в своей жизни взлетов и падений, а иногда тяжело спотыкается. И тут нам надо всегда помнить, что упование наше – Христос. Его любовь неизменно и упав, образно говоря, в грязь, нам надо подняться, принять его прощение и идти дальше, как обещал апостол. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Евангельское послание о Христе дошло до нас через многие поколения тех, кто верил в Него, тех, кто со времен апостольских и до наших дней хранил и возвещал Его Слово, жил им и страдал за Него. Христос обращается к каждому из нас лично, но Он делает это через Церковь. И у нас нет другого Евангелия, кроме того, которое дошло до нас через Церковь, и другого Христа, кроме того, которого она, Церковь, провозглашает. Христос говорит, «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». И чтобы стать Ему своим, надо присоединиться к Его Церкви. Вот именно здесь для многих людей начинаются трудности. И неудивительно, особенно в наше время, когда считается чуть ли не нормой сказать в адрес Церкви нечто гадкое и язвительное. Но ведь именно с Церковью связан переход от теоретического согласия к подлинной вере. Если мы уверовали во Христа, это должно проявиться в том, что мы следуем Его повелениям, в частности, принимаем крещение, участвуем в молитвенной жизни Церкви и приступаем к таинствам. Но как же в наше время обрести такую веру? Иногда людям кажется, что вера, как и любовь, это что-то вроде высокой температуры, что-то, что с человеком случается помимо его воли, а потом так же само по себе может и пройти. Это можно отнести к мистическому опыту, к чувству, переживанию, но не к самой вере. Бог очень бережно относится к человеческой свободе. Он дает нам возможность уверовать, но не принуждает к этому. «Покайтесь и веруйте в Евангелие», говорит Господь. И это обращение к нашей воле. Это не что-то, что просто случается с нами. Это мы должны покаяться и уверовать. Это решение, которое мы принимаем перед лицом Божьего призыва. Мы решаем молиться, прийти в церковь и навсегда изменить свою жизнь. Все это невозможно без помощи Божией, но попросить об этой помощи в молитве должны мы, каждый из нас, а не кто-то другой. Это наши уста должны произнести верую Господи и исповедую. Это наши ноги должны привести нас в храм. Приходящего ко мне не изгоню вон, вон, говорит Господь, но прийти мы должны сами, порой усилием своей воли. Подумаем об этом в наше непростое время испытания веры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова